здравствуйте дорогие мои подписчики гости моего канала спасибо вам большое что вы зашли ко мне в гости спасибо за ваши лайки за ваши сердечные комментарии спасибо огромное меня вдохновляет делать и дальше показать все все что я приобрела за это время когда я начала худеть и сейчас уже полгода как я держу свой вес сегодня будет очень вкусный завтрак от завтрака зависит все весь наш день как начинаем утро так и будет поэтому завтрак должен быть вкусный полезный а не так как мы привыкли да вот и торопимся кидаем все в желудок а потом чувствуем дискомфорт или я покажу вам один рецепт у меня и много рецептов которые на завтрак но сегодня я покажу вам этот рецепт и вам я думаю понравится потому что он богатый белками и жирами и хорошими углеводами ну а потом покажу еще один рецепт на десерт мы все любим сладкое и пьем кофе и чай но конфеты нам не товарищи потому что после конфет там нету никаких полезных ингредиентов да и то что нам нужно для организма там сплошные быстрые углеводы и мы съели эти конфеты и потом через полчаса а может и раньше нам так хочется кушать аж некуда я покажу вам очень быстрый десерт который делается за пять минут и будем делать мы сегодня на завтрак ленивые хачапури очень-очень вкусно для всех для тех кто на правилом питании кто следит за весом для всех вот здесь очень простые продукты и делается завтрак очень быстро на пять минут и готово вот для этого нам понадобится натуральный йогурт если нет натурального йогурта но без добавок берите кефир но не берите кислый понадобится сыр тертый понадобится одно яичко вот зелень у меня тут укроп и лук зеленый но это мороженое все вот но если вы не хотите можете не добавить это но с этим вкуснее это по желанию чеснок сушеный тоже по желанию но я добавлю я сегодня дома я никуда не ухожу поэтому в принципе он и не пахнет вот но это тоже по вашему желанию и рисовая мука ну я не знаю я на другой муке не делала но мне кажется что рисовая мука она доступна всем она везде во всех магазинах есть поэтому но если вам не нравится рисовая мука тогда попробуйте мукой обыкновенной лучше цельнозерновой но я не делала я не делала мукой поэтому не могу ничего сказать наверное тоже подходит оливковое масло у меня такая бутылочка я делаю один пшик я знаю что один пшик это один грамм сковородка у меня такая антигерпиновая или как по-русски я не знаю наверное так правильно не прилипает но один пшик не помешает вот сейчас будем все вот это соединять добавляем яичко и немножко сбиваем вот так сбиваем чуть-чуть и немного чуть-чуть просто так чтобы разбить яйцо немножко да вот так вот и достаточно сюда добавляем йогурт или кефир что у вас будет у меня йогурт натуральный без добавок 3 8 процентов жирности тоже чуть-чуть перемешиваем вот так вот не сильно вот так чуть-чуть просто чтобы соединить яйцо 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 с йогуртом вот так все и достаточно сюда добавляем сыр у меня вот такой он мелкий но можно и на крупной терке не важно как он будет это уже немножко перемешиваем вот так вот вот так вот и сейчас добавляем нашу муку разрыхлитель я не добавляю это не нужно зачем нужен тут он не нужен вот сейчас муку добавлю тоже вот так перемешиваю добавлю немножко чеснока достаточно зелень вот и зелень и вот все вот это сейчас перемешиваем тоже перемешиваем вот так и достаточно вот получите посмотрите как получилось какая вот какая получилась вот такое такая консистенция как как такая сметана которая не жидкая но вот или как тесто на оладьи можно сказать вот такое питье ну и все и сейчас нам нужно включить комфорку и разогреть разогреть сковородку вот сейчас мы это будем делать вот сковородка немножко нагрелась я делаю один пшик вот и кисточкой вот так немножко размазываю чуть-чуть вот это достаточно и сейчас я выливаю сюда всю вот эту массу да выливаю пожалуйста не делайте сильно большой огонь у меня плита электрическая и я поставила на средней но не знаю как я на пятерке у меня пятерка ну как не знаю ориентируйтесь по вашей по вашей плите и вот так я вылила сюда и вот так ложкой прямо разровняю вот так разровняю вот видите как вот так и получается и вот и пеките две-три минуты как только схватиться вверх будем переворачивать посмотрим как будет сейчас он вот видите он схватился сейчас попробуем его переворачивать у меня такая лопатка широкая вот вот так можно можно придерживать рукой но он так держится посмотрите и перевернули его вот посмотрите видите лопатка у меня широкая и мне это помогает но в принципе он не ломается потому что потому что там сыр ну он хорошо связан и вот пропечем его еще минуты две на этой другой стороне я засекла время и он эта сторона пеклась и буквально три минуты так он готов сейчас будем переворачивать его вот вот такой получился смотрите какой он красивый а какой вкусный можете его кушать с чем хотите можете я буду его с помидорами и с салатом положить он сейчас горячий осторожно я ложу салат и поверх помидорчики и потом его складываю и все и готово если хотите можете с авокадо с красной рыбой вот с чем вы хотите с тем и кушайте попробуйте вам понравится потому что утро нужно начинать сытно вкусно полезно здесь очень много белков здесь жиры хорошие которые нам полезны углеводов совсем мало вот так что мы вкусным ленивым хачапури зададим тон всему дню вот попробуйте я надеюсь что вам понравится сейчас поделюсь с вами очень быстрым рецептом кекса он делается в микро вели делается за пять минут но он очень вкусный и полезный чай и кофе нам нужно с чем-то выпить правда для этого нам понадобится бананы какао порошок одно яичко вот и вот столько разрыхлителя у меня ложечка маленькая маленькая вот одна треть разрыхлителя видите вот вот это все что нам понадобится и в блендер ложим бананы яйцо туда разрыхлитель смешиваем с какао вот так вот и тоже туда добавляем и это все нужно сбить вот нужно все это сделать чтобы она была однородная масса и вот что у меня получилось я не стала греметь этим миксером и занимать время вот такое у меня получилось сейчас мы будем переливать все вот это в обыкновенную кружку керамическая она или порцелановая я не знаю но вот в такую вот такую я перелью вот это видите как получилось вот 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 все вот это и ставим в микровеллу на 800 в пять минут но подсматривайте через стекло если оно поднимется и уже чувствуется запах значит оно готовое вот я поставлю сейчас но если у вас есть и другие формы вы можете в других формах и ставить вот вот такое получилось сейчас я поставлю в микровеллу все я достала из микровеллы и вот такое получилось я сейчас переверну его вот так делаю вот посмотрите какая красота вот посмотрите вот такой маленький кексик хватит на того чтобы выпить кофе или чай он в меру как по мне так он достаточно сладкий потому что здесь банан но если вы хотите чтобы он был слаще не употребляйте пожалуйста сахар или что-то например какой-нибудь легкий сироп у меня например вот такой сироп кленовый или финиковый если есть вот и полейте его вот вот я полю сейчас потому что вот так вот я полила его чуть-чуть сиропом кленовым и получилось вот так вот посмотрите какая красота очень красиво и очень вкусно и здесь нету ничего вредного банан банан это очень полезно потому что там очень много витаминов В1, В2, В6 витамин С там все он полезен для нашего сердца но все в меру конечно не будем наедаться бананами правда все для кишечника он и вот такой маленький кексик достаточно нам чтобы выпить чай или кофе пожалуйста приготовьте вам понравится приятного вам аппетита приготовим приготовим вкусный завтрак приготовили вкусный кекс вот и начали день я думаю что вам рецепты понравились все описание продуктов и расчет калорий будет под видео приготовьте не пожалеете все полезное все вкусное спасибо что посмотрели мое видео до конца спасибо большое за то что вы меня поддерживаете до новых встреч